Бонжур народ, меня зовут Фантом и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Грей. В общем-то в прошлой серии мы узнали, что наш герой это обычный такой чисто русский пацанчик, у которого дерьмовая работа, дерьмовая квартира, но еще он любит побухать. А в один прекрасный день он просто взял и проснулся в общественном толчке, а люди все куда-то пропали. Ну и после этого с ним всякая шняга стала происходить. В общем-то обычный такой сюжет для какого-нибудь ужастика, то есть разработчики не запаривались, не придумывали там чего-то в стиле Краю Фира. В общем по сюжету игра естественно отстает от таких гигантов как Краю Фир или Найтмар Хаус. Ну хотя Найтмар Хаус там не так уж и запарно было все, просто девчонка нас преследовала в стиле Фиера. Ну ладно, тут что-то мы уже на какую-то стройку зашли, а поскольку это ужастик, мы же должны что-то бояться. А что можно бояться на стройке? Ну разве что взади к нам какой-нибудь ашот-гастарбайтер подойдет и долбанет ломом по башке, после чего какие-нибудь плохие дела с нашим телом сделает. Черт, я не думаю, что мне стоит здесь находиться. Да ладно чувак, все нормально. Темно правда. Настолько темно, что вы можете увидеть как негры воруют уголь. Ну окей, тут только их одежда. Ладно, там еще какой-то спуск был в подвал. И собственно нужно сюда спуститься. Окей, ни один человек в здравом уме не полез бы в такой подвал. Ну разве что я. Ну ладно. В общем-то, зашибись. Зашибись, мы находим куклу. Голую куклу, окровавленную голую куклу маленького мальчика. Все нормально. Главное нам не встретить в этом подвале какого-нибудь пидуарда, которому эта кукла принадлежит. Зашибись. Мне кажется, этого чувака здесь до этого не стояло. Ну ладно. В принципе, ничего интересного. Надо подниматься уже наверх и искать другой проход. А то что-то как-то куклы какие-то. Ну окей, ладно, страшно. Окей. Ага, зашибись. Эти чуваки теперь меня преследовать, судя по всему, будут. Захочет наш герой в толчок сходить, а там кукла. Еще куда-нибудь сходить, а там кукла. Окей, дверь откроешься? Нет, заперто с другой стороны. Но там была темная комната, в которую мы заходили. Вот это вот, вот это вот. И здесь вот, вот чего-то должно быть. А вот оно и есть. Сапунчик. Сапунчик, откройся. Окей, открылся. Уже ни один хоррор без сапунов не обходится. Так, нашему чуваку совершенно насрать на паутину. Мне кажется, у него уже все лицо в ней. А там какая-то жируха по верхним этажам, судя по всему, ходит. Ну да ладно, это ее проблема. Так. Чуть-чуть паркура. Чуть-чуть паркура. Так. Ну пролезай же ты. Окей. Очень экстремальная игра. Прям мир арсейдж отдыхает. Лазаем по всяким досечкам. Главное нам не провалиться. Я надеюсь, мы не жирные. Ага. Окей. Ничего не сломалось. Все нормально. Крепкая доска. Мы не настолько жирные, чтобы ее проломить. Так. Сапуны, сапуны. А монстров все еще и нет. Так. Ладно. Провалились куда-то. Опаньки. Фонарик, не мигай. Так. Ну здесь два прохода. Я думаю, сначала мы пойдем направо. Потому что налево ходить это вообще нехорошо. В общем-то, что у нас тут в игре есть. Хочется похвалить разработчиков за то, что очень много они сделали свое. Ну практически. Прям смотрите на игру и прям вот полноценный проект. То есть прям вот... Вот прям не мод, а вот прям игра, да? Так. Ну тут газета жизнь. И Элвис умер. Очень милое у него лицо. Ну насрать. Ладно. В общем, все. Текстуры, анимация, модели, персонажи. Все вот как бы сами сделали. И молодцы вообще. Красавчики. Можно идти продавать. Куда-нибудь там на барыгу. В общем-то... Ну если сравнивать игру с Крофиром и Найтмархаусом, опять же, то в Найтмархаусе было очень много стандартных моделей там из Half-Life'а. А здесь все они сделали свое. Ну а Крофир вообще не на вторую Half-у мод, а на первую. Ну ладно, ладно. Пока что игра, наверное, только сюжетом отставать будет. Окей. Окей, досычки падают. Но явно кто-то ходит по верху. Похоже, и нашел путь наружу. Так, ну нашел, так нашел. Открывай дверь. А, все, мы сваливаем. Зашибись. В общем-то, в игре еще нужно искать всяких куколок. И вот эти вот куколки, они что-то там дают. Что-то дают. Я точно не знаю, что они дают. Но это мило. Окей. Окей. Опять какая-то темная улица. Слава богу, с меня хватит пыльных и темных комнатушек. Чувак, я даже не знаю, мне кажется, лучше уж комнатушки, чем улица. Хотя, нет. Без разницы. Так. Окей. Ну, в общем, кукол нужно искать. Одну мы куколку нашли в первой серии. А вот... Вот я не знаю, где они еще могут находиться. Но, скорее всего, они будут в каких-нибудь там так же толчках. Или еще где-то. Ну, не на... Блядь. Не на улице. Там какое-то говно мигнуло. Ладно. В общем-то... В общем-то, тут чувак голый. Голый чувак. Но ничего страшного. Все нормально. Мы его сейчас догоним. Трубой по башке дадим. И все у нас будет зашибись. Так, ладно. В общем-то, в игре две концовки. И одна получается, если вы проходите игру на нормале. Квартира здесь дешевая. Именно из-за таких куч мусора. Ну, ну ладно. Мне насрать, чувак. Зачем ты мне это рассказываешь? Что-то... Какая-то философия в стиле Макс Пейна. Философия мусори. Что за бред? Ладно. Взяли-то эти таблетки, говорю. Батарейки. А птички нам почему-то пока что даже не нужны. Окей. В общем, две концовки. Одна, если вы проходите на нормале. А вторая, если вы проходите на эксперте. А эксперт, он у нас сейчас закрыт, как вы знаете. Закрыт. То есть, первую концовку... Ебать. Что это за чертовщина? Окей. У меня был выключен фонарик. И поэтому я... Я только услышал звук. И еле-еле какая-то башка промелькнула. Там какой-то дикий, дерзкий, как пуля резкий пробежал. Но... Окей. Наш герой просто сказал, что это за чертовщина. Ну... Я бы не знаю. Я бы обосрался и плакал в углу. Но... Нашему герою насрать. Ладно. В общем... То есть, первую концовку получат все. Все, кто первый раз начали играть. А вторую концовку вы получите, если вы будете играть второй раз. Ну, это логично. Но... Я не знаю. Мне кажется... Мне стоит как-нибудь сделать так, чтобы... Мы все-таки прошли второй концовкой. Вот так вот. Но как я это сделаю, я не знаю. Потому что мне нельзя проходить игру перед съемкой. То есть, все должно быть вживую. То есть, мне нужны сохранения. Мне нужны сохранения, чтобы получить уровень эксперт. И пройти игру на эксперте. Хотя говорят, что там очень сложно. Но ничего страшного. Опаньки. Это уже какой-то сайлент хилл попер. Окей. Окей. Все нормально. Нет, нихера не нормально. Нашего героя шторит. Только так. Так, опять какие-то туннели. Почему ты не слушаешь меня? Мамка. Я буду заботиться о тебе. Да все не слушаются свою мамку. Почему бы тебе не вернуться? Ну вот, ты меня сама вернула, телепортировав. Окей. Следующая локация. Ну, мы можем предположить, что у нашего героя какие-то нелады с мамкой. И... То есть, он двойки получал там. Не слушался ее. Ну, и она решила таким необычным способом воздействовать на его психику. То есть, уничтожить ее нахер. Чтобы он стал психобольным. Ну, ладно. Это ее дело. Так, метро. Метро. Все нормально. Опять какие-то туннели. Помещение. Наконец-то. Наконец-то. Что наконец-то? Заставочка. Пистолетик. Бумажечка. Нормально. Можно застрелиться. Ну, хотя мы этого делать не будем. А то... Ну, что это? Это нехорошо. А где? Где? Вот. Вот пистолет. Вот бумажка. Все нормально. Какого? Какого? Это почерк моей матери. О, господи. Она не могла написать это. Я должен разобраться с происходящим. Бери толканку, чувак. Нет. Она ему пока что не требуется, судя по всему. Так. Этот предохранитель работал последние две недели. Окей. В общем, нам нужно как-то запустить ворота и свалить. Да? Или нет? Да. Тут какой-то подвал. Ну, чего не хочешь? Пассатишки взять. Опаньки. Вот. Мы запустили. Все нормально. И у нас есть пистолет с 14 патронами. Это хорошо. В общем-то... Блять! Сука! Это нихуя нехорошо. Тохни, блять. Сука, ты меня зажал. Бля, ну нахер. Я сохраняюсь, короче. Фу. Окей. Окей, чувак. Все нормально. Все нормально. Поглумились над трупом. Можно идти дальше. Где мы были? Где мы были? Вот здесь мы были. Офигеть ты встал. Окей. Нормально. Бинтики. Не слабо так он жизнек у нас захавал. Ну ладно. Нормально. Идем дальше. Опять какой-то подвал. Офигеть, конечно. Но игра как бы она и делает на этом акцент. Акцент грузинский делает. Акцент она делает на том, что... Атмосфера. Атмосфера. Вот эти вот все подвальчики. То есть мы там... Упрашиваем игру. Вот, хватит. Я хочу солнышко. Она вот говорит, иди. Ли, блядь, сука. Иди, говорит, и лезь в подвал. Твою лет меня гнида. Черт, у меня кончились патроны. Ну зашибись. Че теперь делать? Я думаю, я буду сохраняться после каждого монстра. Потому что... Ну здесь вроде они мощные. Ну прям очень мощные. Ну потому что вот первый на нас напал. Он там пару раз нас, считайте, ударил. А уже столько жизек. Боже. Это дерьмово. Охренеть, чувак. Это... Это не дерьмово. Это просто пиздец какой-то. Ладно. Так. Все в паутине. Все в паутине. Так. И заперто с другой стороны. Ну нормально. Ладно. Нормально. Зато монстры появились. Мы же этого хотели. Мы же ждали этого. Вот они и вылезли. Все нормально. Все логично. А куда идти-то? Хей. А вот у нас тут какие-то ящики стоят. Опять лезем в сапун. Но в сапунах, по сути, монстров не должно быть, да? Не должно. Я слышу. Вы видите Иисуса? Или вы его не видите? Или я один вижу? Ну вот-вот-вот тут прям Иисус. Ну ладно. Насрать на него. Лезем. Все нормально. Монстры. Монстры. Если в CryoFear каждый монстр, он как бы символизировал какую-то внутреннюю сторону. Или не сторону. Какие-то переживания Саймона. Бля. Бля. Охереть. Охереть. Они меня зажали. Хавы бинты. Бля. О. Ну я не знаю. Ну в общем, они как бы в тему были там монстрики. А тут, ну вот что можно? Ну вот об этом сказать. Ну что вот он? Ну вот об этом, ну. Не, монстры все-таки тут клево. Клевые. Ну вот прям вот посмотрите, какой он няшный, да? Офигеть. Ладно, идем дальше. Так, подождите. Там вроде бинтики. Да, бинтики. Все нормально. А, жизик у меня... Нет, это нихера не нормально. Жизик у меня совсем мало. Совсем мало. Но я думаю, мы сейчас найдем аптечку. В принципе, можно вернуться назад. Я не знаю. А, нет. У нас вроде на прошлой локации была аптечка, а здесь ничего нет. Крестик какой-то нарисован. В общем-то, я долбану по нему. Ну там стенка как бы по звуку пустая. Ну и... Ну офигенно. Мы открыли проход, но я туда не пойду. Я сначала обследую и гляну, есть ли тут еще аптечки. Но, скорее всего, их не будет. А, жизик у нас совсем уже мало. Ладно. Ладно. Хардкорная игра. Сложненькая будет, судя по всему. Это еще нормал только, а на Эксперте будет, наверное, полная жопа. Я не знаю, на что рассчитывали разработчики. Окей. Ну хотя бы крестик нам нарисовали. А то я бы эту стенку не нашел. Охереть! Ёб твою мать! Что за говно? Что это, блядь, было? Что? Ладно, все окей. Я тут нашел еще бинтики. Или... Нет! Это были не бинтики. Это были сраные батарейки. Но это вообще не круто. Ладно. Я, в общем, в ту стенку не пошел. Я сначала слазаю вот сюда. Да. Вот сюда я слазал. И... Охрененно. Это же... Сраная дрель! Ну все. Ребята, у нас все зашибись. У нас все зашибись. А вон там у нас кукла. Вон там у нас кукла. Как ее достать? Вот мы ее и достали. У нас уже есть две куклы. Это просто офигенно. И дрель. Ну, самое время сохраниться. Ладно. В общем-то, тех монстриков я так и не завалил. Ну, пошлите их валить. Там был какой-то маленький грудной и какой-то мудак на коляске. Чего? Кончилось? Ну, нихера себе. Это самое тупое использование дрели. Как она могла так быстро сломаться? Нет, ну, конечно, я понимаю. Считайте, целую бетонную стену проковырял. Ну, ладно. Так, здесь где-то монстрик. На колясочке. Мне кажется, я сейчас огребу от него. Эй, чувак, ты где? Бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле. Он респанулся вроде в прошлый раз у меня за спиной. Или нет? Или да? Эй. Эй. Все окей. Ладно, его нету. Замечательно. В ящиках, судя по всему, в игре ничего не будет. Аптички только так. На улице валяются. Итак, очередной новый уровень. Игра вообще любит загрузку. То есть, загружает нас каждые пять минут. Тут всякие новые локации. Ну, все потому что прорисовано здесь все офигенно. И, понятное дело, карты здесь весят очень много. Ну, вот так вот. И их нельзя объединить в одну большую. Окей, тут чья-то картонка. Видать, какой-нибудь бомж спал. Ну, в принципе, нормально. Тут вентилятор есть. Все условия для житья. Так, я буду по столам лучше прыгать, наверное. Потому что мы уже видели с вами всяких маленьких монстриков, которые, собственно... Вот! Блядь, нихуя не маленький сучка, отвали. Так, главное, чтобы еще один какой-нибудь не выбежал. А, ну, в принципе, их можно валить. Они не такие уж и мощные. Ну, в смысле... Ударять, отбегать, ударять, отбегать. Стандартная схема. Что ты делаешь? А, вот так вот. Прикольно. Ну, еще возьми. Все, кончилось. Ладно. Нормально. Сохранимся. Уже хорошо. Хотя бы аптечку нам дали. Ладно. Эм... Пуфики. Пуфики. Блядь, что такое? Ну, зашибись! Что? Бритвы! Он испарился и превратился в бритвы. Ну, вы это видели. Ну, это полная жопа. Я не знаю. Ладно. Монстры клевые, серьезно. Вообще просто... Ёб твою мать! Чувак, отстань от меня. Бля. Тут даже бегать нельзя. Отстань от меня. Сучка. Офигеть. Он еще после того, как он умирает, он притворяется... Короче, в бритвы превращается и... Ударяет нас еще и ими. Офигеть. Ладно. Сложная игра. Так. Аптечки есть? Аптечек нет? Вообще ничего нет. Но зато есть лесенка. Замечательно. Опаньки. А звук ты искал. лайфа. Окей, нормально. Так, вниз мы прыгать уже не будем, это вообще не айс. Ну что, монстры будут? Нет. Я думаю, с количеством жизек, которые у меня сейчас, я уже не смогу никого завалить. Окей, опять сапун. Опять сапун? Блядь, что это было? Опять этот сраный мудак на коляске. Ладно, мы хотя бы на улице, это уже хорошо. Скоро я буду дома, где-то через полчаса. Эй, чувак, это нифига не скоро, когда ты находишься в сраном мире с монстрами и в полной темноте, в смысле, вот все, вот ночи, вот это страшно. Ладно, полчаса, полчаса, мы еще потерпим. Заперто. Блядь, сука! Что это за говно? Это какой-то гопник в Адидасе, ну что за хрень? Чувак, сходил бы ты к пластическому хирургу, что ли? Окей. Так, что у тебя тут есть-то? Офигеть, ты все это время сидел в сраном туалете, чтобы вот дождаться нас и выскочить. Ну, тут хотя бы есть вот это вот. Так, блядь, прыгай нормально. Оп, 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 оп. Ну, это няшненько, ладно. Няшненько. Игра меня успокоила. Все. Нужно, чтобы каждый раз хотя бы чуть-чуть няшности было в ужастике. Так, ребятки, у меня фпс вниз поползло. Наверное, что-то с моим компьютером. Ну, ну, ну я сейчас вот гляну, что такое. Итак, ну ничего страшного, у меня просто сгорел компьютер. Я сходил, купил новый, установил грей, и мы продолжаем играть. С того же самого момента. Так. Че есть? Ничего нет. Знакомые звуки из Half-Life. Блядь! В наушниках, я вам скажу, очень атмосферно. Блядь, что за говно, сучка? Что? Что это? Блядь. Самые охеренные монстры просто в этой игре. Серьезно, вы только посмотрите на них. Блядь, иди нахуй. Это офигенно. Что это? Что это? Что тут? Никого нет. Окей. Монстры. Блядь, еще скотина. Всякая что-то за жаба, блядь. Нахуй, иди. Никакого мата. Интеллигентные. Интеллигентные ролики. Он меня убил. Ладно, продолжаем. Ничего страшного. Все нормально. Какого хрена здесь происходит? Да я сам в шоке. Давай, чувак, иди сюда. Наваляли, наваляли. Так, еще один. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Оп, убежал. Вот ты лох. Не поймал. Все нормально. Продолжаем. Че ты с первого раза-то не открываешься? Так, там чувак прыгает. Но мы их будем игнорить. Игнорить будем. Тогда они к нам не будут приставать. Нет, они все равно прыгают на меня. Черт, какие же они клевые. Вы только... Вот вы видите, это маленькие детишки. Только с такими лапками паучьими. И это так мило. Так, окей. Мне дадут аптечку? Нет, мне дали пистолет. Это клево. А у меня... Он же был. Или у меня все патроны кончились, и он его выкинул? Ну ладно. Так, че тут есть? Батареечки. Куколки есть? А, вот и куколки! Нет, ну я просто офигенил. Я вот отвечаю. Я вот не играл. А узнал, что тут куколка. Ну, молодец же, да? Так, ладно, продолжаем свои увлекательнейшие путешествия. Только нужно их уже заканчивать, потому что у меня уже мозг потек от этой игры. Вот, вот, всего в меру, в общем. Так, нормально. Патроны нужно экономить, но... Нет, я не буду их экономить. Тут такие твари выпрыгивают. Какая уж и экономия. Так, че тут есть? Че тут есть? Зачем нас сюда пустили? Сломать что-то? Бля, ну еще и телефон зазвонил. А, окей, мы взяли аптечечку. Ну, зашибись. Итак, ну у нас теперь есть аптечка и... Офигеть. Он просто взял и... Использовал ее. Это клево. Вот это реализм. Да, видите, тут всякие анимации добавлены на уровне Far Cry. Я не удивлюсь, если наш чувак станет зубами там из себя пулю выковыривать. Хотя ему это не надо, это... В него же тут никто не стреляет, но все равно. Мало ли. Так, мы здесь уже всех чуваков грохнули. И куда-то нужно дальше идти. Куда-то идти. Куда-то идти. Всякие плакатики очень интересные тут висят. Ладно, в общем, я сейчас поищу проход. Ладно, ребят, я не нашел никакого прохода. Можете написать в комментарии мне, где проход. И в следующей серии я туда зайду. Блин, какие тут клевые тени. И монстрики очень няшные. В общем-то, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был Фантом. Удачи вам всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok